Всем привет! Меня зовут Макс Хигер. И это перископ трансляции о жизни по душе. И, конечно же, базовым, фундаментальным моментом в жизни по душе является так называемый внутренний голос, или в дизайне человека внутренний авторитет, или интуиция. Люди по-разному называют одно и то же. Давайте начнём нашу тему с того, что я вам задам вопрос. Как вы думаете, почему люди часто очень не живут в опоре на свой внутренний голос, на свой внутренний авторитет? То есть, понятно, я сейчас объясню, что это, почему имеет смысл слушать свой внутренний голос. Это мы всё сейчас разберём. Но почему люди его не слушают? Такой вопрос к вам. И если у вас есть ваши версии, напишите их, пожалуйста, в комментарии. Потому что это важно. Это на самом деле важно понять, почему мы что-то не делаем. Скорее, перед тем, как понять, что делать, надо понять, почему мы не делаем. Так, ум заглушает, с детства перенастраивает, потому что не приучили, наоборот, отлучили, скажем так. Ум сбивает частоты внутреннего авторитета, невнятно говорит. Ещё что-то, какие-то версии ещё у нас будут сегодня, неосознанные. С детства всякую херню бивают, особенно в СССРе. Точно, да, не слышат. Ну, смотрите, давайте я вам так объясню. На самом деле, каждый из вас слышит этот голос. Все слышат. Это не слова. Это важно понять, что это не какие-то слова. Это чувства. Вот, это чувства. И причём это чувство, внутренний голос, это комплексное чувство. Это чувство, которое себя проявляет и в теле. То есть это определённый телесный отклик. И, конечно же, оно проявляет себя как более тонкие какие-то вещи, типа ощущение узнавания своего, своего намерения какого-то, да, вот, ну вот, ваше подлинное «хочу». Как-то вы его определяете. Так или иначе, вы таким или иным образом чувствуете, понимаете? Чего вы на самом деле хотите, вы всегда чувствуете. Но прикол заключается в том, что как только вы начнёте следовать этому чувству, вы увидите, первое, что вы увидите, что вы станете абсолютно асоциальны. То есть вы начнёте выпадать из этого социума. То есть первое, с чем вы столкнётесь, и что людей останавливает, в первую очередь, что людей останавливает жить, именно опираясь на свою интуицию, на свой внутренний голос, это то, что вы начнёте быть асоциальны. Вы начнёте быть непредсказуемы, неуправляемы. Вы начнёте абсолютно быть спонтанны, свободны, если вы начнёте жить интуитивно. Понимаете? Вы сами для себя будете загадкой. Вы сами для себя станете тайной. И как бы весь прикол заключается в том, что это так и есть. Вы сами для себя тайна. Ну, иначе говоря, вы даже не для себя тайна, вы для ума. Для своего ума, интеллекта, то, что происходит из более глубоких уровней, это всегда неожиданность. Это неожиданно. Иначе говоря, вот когда вы начинаете углубляться уже в свою интуицию, в свой внутренний голос, вы просто понимаете, что вот вы что-то хотите, и всё. То есть, как бы, может ваше мышление продолжать это, и тогда вы можете думать, например, как это реализовать. А может ваше мышление пытаться обесценить это. Привет, да. Понимаете? Вот в основном происходит обесценивание. То есть, когда вы реально чувствуете что-то в моменте, вы так привыкли действительно думать, то есть, так приучен человек думать, что он автоматически, как бы, совершенно неосознанно отдаёт приоритет логики. Понимаете? Приоритет мыслям, приоритет выгодам, приоритет привычному образу жизни какому-то, приоритет социальным каким-то нормам. Понимаете? Вот в этом-то весь прикол. И этот голос, он, ну, от него отлучают достаточно долго. То есть, это с самого детства вас отлучают, табуируют, жить именно так, как вам, естественно, жить в моменте. А ещё бывает чё-то охота, а не знаешь чё. Ты всегда знаешь, что ты хочешь. Вот послушай, ты всегда знаешь, что ты хочешь в моменте, но это знание немыслительное. Понимаешь? Вот когда в тебе происходит такая история, что ты вроде бы чё-то хочешь, но не поймёшь чего, это в тебе происходит, потому что ты это пытаешься, ну, ты пытаешься думать на эту тему. Понимаешь? Вот в этом главная засада. То есть, вместо того, чтобы интуитивно начать как-то делать, твой импульс этот внутренний уходит в ум, и ты начинаешь это обдумывать. Чё бы мне поделать? И ты вот пытаешься думать, 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 и пока ты думаешь, этот импульс, этот внутренний голос, он просто затухает во всей этой логике, во всём этом обдумывании. У ребёнка не так. Понимаешь? Вот ребёнок, он не страдает. До определённого возраста он ещё не погрузился в ум, он ещё не стал умным, он ещё не стал обусловленным, поэтому он не пытается много думать. Он просто чувствует, вот тянет куда-то, и он идёт туда. Проблема взрослого человека заключается в том, что он всё сильнее и сильнее погружается в интеллект, в обдумывание. И как бы самая трагичность этой ситуации, что все так живут. Понимаете? Поэтому попытка... А мы же социальные существа, понимаете? Поэтому попытка оторваться от этого обычного, попытка оторваться от этого обычного, как все живут, она часто идёт, ну вот как дискомфорт такой сильный. Вот. И вот даже по себе скажу, что это... В принципе, я сейчас это прохожу достаточно интенсивно. Понимаете, вот в чём прикол? Что вот чувствую, что что-то уже всё, закончилась какая-то тема. Вот. Как это объяснить? Не испытываю какого-то афинити, ну, симпатии, да? Не испытываю какого-то интереса к какой-то теме. Но стоит мне начать думать на эту тему, как бы, как я вижу, всегда находятся очень логические, очень разумные доводы, почему мне стоит продолжать в этом находиться. Но сейчас я уже нахожусь в таком состоянии, просто я... Только у меня начинается это объяснение какое-то, ну, я понимаю, что это уже всё, это уже всё не имеет никакого смысла. Сколько бы я себе не объяснял, но не чувствую я это. Это называется, вот, когда вы начинаете укореняться в своём внутреннем голосе, да, в своём внутреннем авторитете, это, можно сказать, такой процесс, как бы это назвать-то? Вы почкование, вот из всего вы почковываетесь, понимаете? И вам уже по барабану что скажут? Вам по барабану что будет? Вот вы понимаете, что неважно, что будет, абсолютно неважно будущее, абсолютно неважно мнение со стороны, абсолютно неважно, как там что сложится, важно, что я сейчас, прямо сейчас проживаю сам себя. Вот это становится в определённый момент пробуждение самым важным моментом. Я просто живу свою жизнь. Ну, как чувствую, вот как у меня интуиция подсказывает, как внутренний голос мне говорит. И удивительно, вот следующее, что этот внутренний голос, он всегда знает, что такое целостное действие, что такое максимально гармоничное действие. А ум, ум и логика никогда этого не знают, потому что это невозможно просчитать логически, то есть, ну, никто не знает, что будет потом. На самом деле, хоть все пытаются представлять себе какое-то будущее, там, мечтать, ставить цели, надеяться. На самом деле, как оно будет разворачиваться, никто не знает. Вот. И прикол главный заключается в том, что тебе, тебе не надо знать этого. Тебе не надо знать. Всё, что тебе нужно, это быть преданным вот этому внутреннему голосу, своей интуиции. И когда ты предан своему внутреннему авторитету, своей интуиции, несмотря на всю нелогичность, антисоциальность даже периодами твоих действий, ты постепенно, опираясь на этот внутренний авторитет, со временем начинаешь видеть, как удивительно разворачивается жизнь, так, как ты бы её сам вот не развернул. То есть, вот что-то начинает волшебство происходить. Понимаете? То есть, начинает происходить магия, волшебство. То есть, твоя жизнь опять возвращается, вот как она была в детстве, в какую-то магическую вещь. Абсолютно непонятно какая-то тайна в отношении будущего. Но ты просто видишь, как твоя картина вырисовывается прямо в настоящем. И вот эти импульсы внутренние, они тебя никогда не подводят. Единственное, что тебя подводит, это твоя логика и твой ум, твои надежды, твои схемы, твои представления по поводу будущего. Вот эта вся история тебя постоянно фрустрирует и подводит. А ты сам себя не подводишь. Потому что вот этот импульс, внутренний, глубинный импульс в моменте, это и есть твоё подлинное намерение. Понимаешь? Это и есть ты. Понимаешь? Вот это вот удивительная вещь. Вот это вот то, что ты чувствуешь глубже всего. То, что ты видишь, как твой подлинный интерес, подлинное желание, подлинное намерение в моменте, Это и есть ты. А то, как ты привык, как все делают, как сложилось, как логически, как выгодно, это не ты. Это ум. Это всё пространство ума. Понимаете? И всё это пространство, оно существует только с одной целью, чтобы реализовать тебя подлинного, а не заменить тебя подлинного, твой подлинный глубинный отклик, твою подлинную правду какую-то внутреннюю, да, вот как ты это чувствуешь в моменте. Понимаете? И вот этот вот глубинный… Да, вот смотрите, вот такой вопрос. Интуиция на уровне подсознания. Сейчас, подожди, я отвечу. То, что ты называешь подсознанием сейчас, это на самом деле сознание. Это ты подлинный. Просто ты настолько далеко ушёл от этого, что вот этот поверхностный уровень, который возник, вот этот вот поверхностный уровень, который возник, ты его считаешь собой. Понимаешь? То есть ты отождествился с более поверхностным уровнем и забыл о своём самом глубоком уровне, кто ты в самом центре, в самом глубине. Поэтому эти глубокие импульсы, они для тебя поверхностного начинают переживаться, как некое подсознание. Вот мне подсознание что-то говорит. Ты просто отождествился сложным «я». Ты себя считаешь реально телом, умом, личностью. Ты глубоко спишь в этом. И глубоко считаешь себя вот этим умом, логикой, мыслями. Ты себя считаешь. А вот это вот то, чем ты на самом деле являешься, то, кем ты являешься в своём центре, подлинное твоё «я». Его называют там высшее «я». Но это не высшее «я». Это ты и есть душа. Понимаешь? Это душа. Это ты и есть. Оно не говорит словами. Оно как бы абсолютно алогично, иррационально часто. Но оно всегда знает правду. Всегда владеет правдой момента. Понимаешь? Поэтому жизнь по душе – это растождествление с этой логикой, с этими идеями о себе, которыми ты привык себя считать. И возвращение в твой центр. В тебя подлинного как бы. И когда ты всё глубже начинаешь сотрудничать со своей интуицией, с твоим живым откликом глубинным на момент, и всё меньше придерживаешься логики, целей, представлений, объяснений каких-то, удобств для других и так далее, то ты всё глубже, всё глубже, глубже восстанавливаешь связь с собой подлинным, со своим, условно говоря, подсознанием. Но на самом деле бессознательное – это вот то поверхностное, в чём большинство людей застряли. Это бессознательное. А то, что в самом центре, оно и является сознательным. То есть твоё сознательное – это твоя интуиция, твой внутренний голос – это и есть ты. Вот подлинное намерение души в моменте, оно абсолютно часто нелогично. Его невозможно объяснить. Вот чувствуешь, как ты чувствуешь, и всё. Вот интересно тебе или неинтересно. Вот вдруг у тебя искра любви появляется, и вдохновение, или не появляется. Вот вдруг ты встречаешь какого-то человека и чувствуешь, как, блин, он тебе нравится в моменте. Он тебе нравится, нравится, нравится. Но если ты с ним общаешься, в какой-то момент он тебе может перестать нравиться. А ты с ним уже так завязался, уже возникло столько привычности в этих отношениях, что, как бы, пока твой, ну, получается, у тебя очень большой лаг, пока ты почувствуешь, что тебе с этим человеком пора расходиться. То есть задержка очень большая. Пока ты, ну, как бы, услышишь, пока обычно люди, знаете как, они начинают рвать уже вот эти привычные вещи ментальные, то, что сложилось, только когда душа уже кричать начинает, понимаете? То есть этот голос, это уже человек может болеть, он уже может испытывать большое страдание из-за общения с тем человеком, которому он не испытывает глубинное чувство. Понимаете? И обычно люди застревают постоянно, вот мы говорили в прошлых трансляциях, постоянно идет застревание. То есть интуиция, она спонтанна, она очень подвижна, и как и ты сам. То есть душа, она очень спонтанна, она очень подвижна. Это и есть свобода. То есть ты ни в чем не застреваешь, иначе говоря. Когда ты живешь интуитивно, спонтанно, творчески, ты ни в чем не застреваешь, не попадаешь в ловушки, потому что ты интуитивно чувствуешь. Ну вот где-то глубоко ты всегда чувствуешь, ловушку ты чувствуешь. Но вот эти вот внешние процессы мышления, мышления о будущем, о каких-то там будущих ресурсах, о каких-то будущих достижениях, они перебивают просто твой внутренний авторитет, твой внутренний голос, и ты как бы ослепленный часто вот этими будущими достижениями идешь куда-то. Ты идешь на эмоциях, обычно это происходит на эмоциях, на вовлечении в какие-то образы, картинки, тебе кажется на эмоциях, о, там так классно будет. А что-то внутри тебя сверлит, где-то внутри вот этот маленький сверчок сидит, и он тебе все время сверлит. Что-то вот не то. Но ты настолько… То есть многие люди настолько не привыкли обращать на это внимание, настолько были отучены с детства слушать себя, что они просто абсолютно игнорят это, куда-то это в подсознание забивают, делают из этого подсознание, из своей интуиции. И все время вот как бы погружены в этот интеллектуальный процесс, ментальный процесс, движение к своим целям, достижение чего-то. Вот, понимаете? Бывает другая история, что интуитивно, вот интуитивно тебе что-то откликнулось, и ты во что-то влюбился. И ты пошел в это, и тебе классно, здорово, идет творческий процесс, ты в этом развиваешься, ты чувствуешь вот от души, идет от души, от души, от души. Но походу ты где-то выбираешь неоптимальные формы, и что-то где-то интуитивно все-таки пропускаешь что-то, то есть где-то у тебя идет соблазнение, искушение на что-то. И то, что в самом начале было интуитивно, здорово, творчески, классно, в какой-то момент ты начинаешь, вот как у меня произошло, мой бизнес, вначале это было здорово. Но потом из-за целей, из-за результатов, из-за денег, ты потихонечку скатываешься в какие-то неэтически, нецелостные вещи. И деятельность, которая раньше была любимой, она превращается в нелюбимую абсолютно. Ты там застреваешь. И вот я там застреваю, да, в какой-то деятельности. Это типичная история, что вот какая-то игра была классная, она была по душе, это интуитивно было здорово, эти отношения с этими людьми тоже были прикольные. А потом это все застряло, понимаете? То есть вы там застряли. Уже давно ваше сердце не лежит к этому, уже давно вас это не воодушевляет, но вы там получаете какие-то деньги, какие-то бонусы, да, там это может быть в отношениях вы получаете секс или еще что-то, но любви уже нету в этом, понимаете? Вот эта любовь, это все туда же. То есть вот эта любовь, импульс, интерес какой-то, отклик, живой отклик, энергия, живая энергия, которую вы испытываете в моменте на что-то, это все связано непосредственно с вашей интуицией, с вашим внутренним авторитетом. И когда вы предаете это, это путь в страдание. То есть предать свой внутренний голос означает начать страдать где-то. Потихонечку, это сначала незаметно. Ну всегда, когда это происходит, этот момент первой нецелостности, где вы перестаете слушать свое сердце, это всегда сначала как бы не осознается людьми часто. Понимаете? То есть это надо быть осознанным. Вот для чего нужна осознанность, чтобы укореняться в этот голос, делать его все более ярким, все более ценным, все более важным. Ваша интуиция, ваш внутренний авторитет – это вещь номер один, потому что это вы сами. Понимаете? Это вы подлинный, подлинное я. Единственный способ жить свободно, творчески и самореализовываться – реализует свое подлинное я. Поэтому только через восстановление связи со своим подлинным я, со своей интуицией, со своим голосом, когда вы живете без предательства этого уровня глубинного, только так можно быть счастливым и свободным. Никакого… Вы поймите эту вещь, это просто уже очевидно для меня, что никакого другого счастья не может быть. То есть очень часто… Вот я вчера смотрел видеоинтервью с Артуром Сита, и он там объяснял, что очень часто люди заменяют удовольствиями подлинное счастье. Понимаете? Есть подлинное счастье, а есть удовольствие. Это разные вещи. То есть есть физические удовольствия. Например, секс. Секс – это физическое удовольствие. А есть любовь. То есть вы искренне любите какого-то человека. Это подлинное счастье. Любить. Подлинное счастье – это любить. Если вы подлинно любите человека, то секс, который там случится, он будет продолжать это счастье. Но он не будет этим счастьем. Понимаете? Он не будет счастьем. Он будет просто продолжением любви. Продолжением подлинного вот этого глубинного чувства к другому человеку. Но если это чувство ушло, если это чувство ушло, а секс остался, то это будет просто удовольствие. Это не будет счастьем. Это будут такие периодические моменты удовольствия, которые, если вы не любите другого человека, они не дадут вам полноты, счастья и радости от этих отношений, от этой жизни. Понимаете? Поэтому не надо путать удовольствие и счастье. Это разные вещи. Счастье – это состояние души, когда вы глубоко укоренены в своем подлинном центре и живете исключительно, целостно от него. Чтобы не говорили другие, чтобы там не происходило в вашей жизни вокруг, вы не предаете сами себя, свой внутренний голос, свой внутренний авторитет. Вот к этому мы все идем. Понимаете? Это свобода. Потому что только вы где-то предали, все, с этого момента начинается процесс искушения, как бы, и порабощение. Порабощение. То есть в чем-то вы начинаете сами себя предавать, это начинает накапливаться, там начинает все больше и больше нецелостности идти. Вы застреваете. И обычно люди уже доводят до очень сильного страдания, очень сильного, условно говоря, грехопадения. Это называется грехопадение. То есть человек должен уже попасть в ад. И когда этот ад становится нестерпимый, он начинает уже искать выход. Смысл – развитие осознанности в другом. То есть вы по мере развития своей осознанности углубляетесь в этот внутренний голос, в свою интуицию. И осознанность ведет вас к тому, что вы сразу чувствуете, что не откликается, что не соответствует вашей интуиции, что не откликается вот какому-то глубинному этому ощущению. И вы просто не идете туда. Какие бы логические моменты ни были, кто бы что бы ни говорил, как бы вы сами себе логически не объясняли что-то. Вот вы не чувствуете, что это вам откликается и все. И с этого момента вы целостно просто не идете туда. Или наоборот, вам что-то откликается, а вы почему-то не идете туда. И объясняете обычно себе это очень долго, очень логически. Почему вы не идете туда, куда вас тянет. И с момента, когда вы начинаете быть исцелены и более сильно укоренены сами в себе, в себе подлинном, вы просто независимо от логики идёте туда. То есть вся логика вам может кричать, ну зачем же, зачем же ты это делаешь, это не рационально, ты теряешь там какие-то выгоды, ты теряешь какую-то устойчивость, ты можешь потерять всё, что ты вроде бы годами делал, во что ты вкладывал усилия, но сердце говорит, отпусти это. Отпусти ты, да, ты всё это приобрёл, но ты потерял счастье, ты потерял самого себя в этом всём. Ты живёшь этой привычной, вроде бы выгодной жизнью, но глубоко внутри счастья нет. Ты просто уснул в этой рутине какой-то, в этой сложившейся жизни, понимаете? Поэтому интуиция, сонастроенность с вашей интуицией, вот как бы рост осознанности к тому, а хочу ли я реально делать то, что я делаю, или не хочу. Если вы говорите себе нет, где-то глубоко, ну не откликается вам то, чем вы занимаетесь. Осознанность заключается в том, чтобы честно себе признаться в этом. И когда вы честно глубоко это распознаёте и признаётесь, это является тем, что начинает трансформировать вашу жизнь. А трансформация в вашей жизни? Да, пожалуйста, трансформация в вашей жизни – это всегда возвращение в себя подлинного. Возвращение в свою целостность, честность проживания жизни со своим глубинным этим уровнем. Вот да или нет? Глубинное – ага или нет? Хочу я реально делать то, что я делаю, или не хочу? Вот сегодня Марина приходила и задавала вопрос по поводу курения. Вот человек часто курит, он курит, 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 он где-то глубинно понимает, что нет, не хочу это. Но он как-то себе это объясняет. То есть ум всегда объясняет, почему человек курит. Понимаете? То есть когда ты начинаешь вынимать машинально сигарету, вставлять её в рот, если ты начнёшь осознавать, что ты делаешь, ты где-то можешь понимать, что ты сам себе вредишь. Ты производишь какое-то вредоносное действие в отношении самого себя, то есть как не самого себя, а тела своего. Понимаешь? Но в этот момент включается какой-то обычно диалог сам с собой, интеллектуальный, и ум находит самооправдание, почему я это делаю. Почему я это делаю? Вот если вы будете осознанно наблюдать за этим самооправданием, то вы рассмотрите, что ум приведёт огромные доводы, почему это вот... Все же курят там, да, то есть очень многие люди курят и ничего. Или там, я уже давно курю, если я буду сейчас резко бросать, то это будет неприятно, болезненно, и я не хочу... То есть может сколько угодно доводов вам приводить ваш ум по поводу того, почему стоит это продолжать делать. Но где-то глубоко внутри вы можете понимать, на уровне разума, на уровне интуиции, на уровне глубинного какого-то своего чувства, что это вредоносное действие. Но люди так привыкли сами себя обманывать, что они не обращают внимания на вот этот глубинный уровень, не осознают его. И они всё время успокаивают сами себя какой-то логикой. Ну все так живут, это нормально, ничего, вот я сейчас пока курю, я брошу когда-нибудь потом, и так далее. То есть начинается вот это вот самообъяснение себя. Но есть другая жизнь, это и называется жизнь по душе, где вы больше этим не занимаетесь. Только начался этот процесс, вы его сразу распознаёте. Понимаете? Вы сразу начинаете распознавать, что происходит, как вы сами себя... Ну как ум начинает что-то пытаться вам объяснить и удержаться во власти, в состоянии власти над вами. Вы можете это распознать. Само распознавание этого является возвращением власти самому себе. То есть только когда вы разрешаете вот этим самооправданием как бы иметь место, и вы их слушаете, и вы с ними соглашаетесь, в этот момент вы отдаёте власть своему уму. Но когда вы распознаёте, что происходит, когда вы осознаёте этот процесс, всё с этого момента, вы просто понимаете, что происходит. И само это понимание, оно является свободой от этого. Но понаблюдайте за собой. Понаблюдайте. Вот в следующий раз, когда вы начнёте делать что-то, что вы не хотите делать, смотрите на объяснение, как вы сами себе начнёте это объяснять. Будьте осознанны в этот момент. Наблюдайте за умом. Наблюдайте за тем, что происходит. Какие будут веские, логические конструкции, которые вам будут объяснять, почему вы делаете то, что вы не хотите на самом деле глубоко, вы уже давно не хотите это делать. Как вы сами себе это объясняете? И вот это удивительный момент. Удивительный момент. Как мы сами себя всю жизнь привыкли дурить, объяснять себе, почему мы живём не по душе, почему мы придаём интуицию? Я проектор 5.1 вроде уже поняла, а где себя применить теперь? Уволилась. Но ты хочешь опять интеллектуально это понять? Ответь, пожалуйста. Где себя применить? Как ты себе это представляешь? Что ты думаешь, 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 что у тебя возникает какой-то образ, образ нового места работы, да? И ты видишь этот образ и говоришь, да, я верю в этот новый образ, и я себя буду применять сейчас вот в этом образе. Да? Ты так это, вот как ты видишь этот процесс? Или ты начинаешь иначе действовать? Иначе как? Я абсолютно не знаю, где себя применить. Абсолютно не знаю. У меня нет никакого образа, я это никак не представляю, и я больше не вижу в этом никакой проблемы. Потому что мне не надо ничего представлять. Мне важно вместо этого начать действовать. Мне нужно просто чувствовать, куда меня тянет, идти и проводить туда осознанный эксперимент без всякого укоренения в вере, в то, что это будет так-то или так-то. Понимаешь? То есть есть твоя реальная жизнь, как у ребенка. Вот ребенок, он не представляет ничего. Понимаешь? Вот ребенок не представляет, как там будет. Вот я часто рассказывал в детстве эту же ситуацию, да, что я утром просыпаюсь, когда я приехал на каникулы к бабушке, да, я там был в начальных классах, и когда я утром проснулся, я абсолютно не знаю, как пройдет мой день. Абсолютно не знаю. У меня нет никакого представления на этот счет. Мешает ли мне это прожить, этот день? Нет, абсолютно никак не мешает. Я просто чувствую, меня тянет на улицу погулять. И я иду и гуляю на улице. Я гуляю, гуляю, кого-то встречаю, и вдруг мы вместе уже играем, и у нас все по ходу возникает. Дорога раскрывается под ногами. Понимаете? Мой день проходит спонтанно. Он не проходит по плану. Вот так живет душа. Душа не живет по плану. Душа не... Она как бы не отяжелена будущим. Вообще. Понимаете? Ее это не колышет. То есть вас не колышет ваше будущее. Когда вы живете сами себя. Вы живете всегда от момента. Вот как идет, так идет. Что сейчас интуитивно тянет куда-то, ну вот туда и иду. Вы не думаете. Понимаете? То есть вы не вставляете палку в колесо жизни, палку мышления. Нечего обдумывать. Понимаете? Что вы собрались обдумывать? Вы и так каждый момент чувствуете, что бы хотелось на самом деле. Но проблема-то заключается в том, что вас отвадили от этого. Вы не доверяете этому интуитивному чувству. Вы не доверяете своей интуиции, своему подлинному хочу-не хочу. Вы считаете, что это невыживательно, что вы денег так не заработаете и так далее. Понимаете? Вот что происходит. А все наоборот. Все наоборот. Пока вы думаете, пока вы пытаетесь все осмысливать, представлять, укореняться в свою логику, вы и упускаете свою настоящую жизнь. Вы упускаете свое подлинное предназначение. Ваше подлинное предназначение – жить интуитивно, от сердца, в моменте. Вот что вам искренне хочется делать, а что вам искренне не хочется – не делать. И у вас другого плана жизни нет. Понимаете? То есть вам не надо представлять свое будущее, потому что вы не знаете, как в следующий момент вы будете чувствовать. вы не знаете заранее, что бы вы себе не запланировали, например, вы себе там навизуализировали какое-то будущее. Но вы не знаете, как там будет процесс жизни, как там жизненная энергия будет ваша проявляться. И если вы укоренены в образе, в представлении, как все должно быть, для того, чтобы я была счастлива и там обеспечена и так далее, то когда вы туда попадете, вы можете почувствовать, что это не ваше абсолютно. Но если вы придали особую значимость этим образом, представлением, то вы будете придавать сами себя ради значимости реализации этих представлений. Так все люди искушаются этими картинками, придают им особую важность, значимость и придают себя. Понимаете? То есть либо ты живешь, как ты представляешь, либо ты живешь, как ты чувствуешь. Как тебе интуитивно, спонтанно и естественно жить в моменте. И то, и то одновременно невозможно. Но когда ты живешь интуитивно, когда ты живешь в опоре на свою интуицию, на свой интерес, на свое искреннее чувство в моменте «хочу или не хочу», когда пока тебя «хочу», вот пока «хочу что-то», ты можешь использовать мышление для реализации этого «хочу». Но если ты знаешь точно, что ты хочешь, это как процесс, что ты хочешь в это играть, если ты хочешь в это играть, ты можешь там воображать, как реализовать что-то. Но как только ты глубоко перестала хотеть в это играть, здесь возможен только один вариант. Отпустить это. Ты поиграла во что-то, окей, все, наигралось. Больше интуиция твоя тебе, ну как бы, твое сердце говорит, все, не люблю это больше, не интересно. С этого момента нужно это отпустить. А вот с этим огромная проблема у большинства людей. потому что они застревают в образе того, как все должно быть. В значимости того, что моя жизнь должна быть нормальной, как у всех, я должна там делать что-то, как другие делают, ходить на работу, определенным образом воспитывать детей, там и так далее. То есть любой образ, который у тебя возникает в уме по поводу того, как должно быть, по поводу того, какое твое будущее, это все ложь. Просто ложь. Твоя вера. Тебя в это погрузили, ты в это поверила. Как будет дальше, знает только твое сердце. Твоя интуиция. Ты знаешь. Фактически сердце, это проявление тебя подлинного. Поэтому с точки зрения жизни по душе, для ума это катастрофа. Поэтому люди же живут по уму, потому что, ну, хоть есть, знаете как, хоть есть что-то известное, ну, хоть что-то известно по поводу будущего. Вот поэтому люди же живут по уму. У меня есть иллюзия известности будущего, которая типа воспринимается как нечто выживательное. Что если я отпущу эту иллюзию, это будет невыживательно. Но на самом деле, верить в эту иллюзию будущего, это и есть невыживательно. Это подавляет ваш духовный уровень, вы впаиваетесь во всякие схемы жизни, в ловушки, в то, как должно быть, в должествование, надо, должен, обязан. Всё. И попадаете в скованность. И ваш фонтанчик жизни, ваша река жизни начинает превращаться в болото. В болото скованности обязательствами, надо, должен, обязан. И всё. Порабощение происходит. И порабощение удерживается верой в то, что это нормально, то, что это логично, то, что это выживательно. Находиться вот как бы в этом всём рабстве. Но ваш источник жизни, он начинает там увядать. То есть, ваша интуиция, она как бы уходит на задний план какой-то. Ваше чувство, оно как бы не ценится. Ваш отклик, какой-то в моменте, спонтанный отклик, он перестаёт быть важным. Важно, что план, цель, мечта, обязательства. Всё должно быть вот так, как я себе представляю. Всё. И вы начинаете жить, как вы обязаны делать, как по плану, как по мечте. Чувство вины – это туда же. Понимаете, это всё туда же. Чувство вины – это всегда ложное чувство. У вас нету такого чувства. Это всегда, вот когда вы испытываете вину, это первый признак того, что это ложное чувство. То есть вы что-то, иначе говоря, вас так отвадили жить по душе, так это забили глубоко, что каждый раз, когда вы делаете так, как вы искренне хотите, и, например, вам в этот момент, ну вот, не хочется с кем-то общаться, с каким-то человеком не хочется общаться, и вы ему говорите «нет». Ну вот не чувствуете, что вы хотите с ним общаться, и вы говорите «нет». И вас так отвадили от этого, что когда вы говорите честно, когда вы говорите как есть, у вас возникает чувство вины. Ой, а что обо мне подумают эти люди? А что если они испортят со мной отношения и так далее? Это все не важно. Что о вас кто подумает, какой бы родной человек ни был, если он вас любит, если он действительно вам родной человек, он о вас поймет, в любом случае. Но ни один человек вокруг вас не имеет права лишить вас вашего интуитивного отклика, вашей правды. нет ни у кого такого права наступить на вашу правду. Понимаете? И когда вы на нее наступаете, это ваше решение всегда. Это не решение других, это вы сами соглашаетесь с тем, что наступать на свою правду, на свою глубину, это нормально. Но если вы научитесь не наступать на нее, а начнете осознавать эту интуицию, осознавать этот глубинный голос, глубинное «хочу, не хочу», «да» или «нет». Если вы начнете осознавать свой внутренний авторитет, чем глубже вы в него укоренены, тем менее важно, что и кто думает по этому поводу со стороны. Какая разница? Но чувствуете вы, как чувствуете, что с этим можно сделать? Это можно либо предать, либо можно выразить. И жить в соответствии с этим уровнем глубинным. Понимаете, третьего варианта нет. Либо вы наступаете на себя, либо вы говорите «нет» тому, что вам не откликается. И, конечно, когда вы годами наступали на себя, и вам вдруг нужно... Ну, вы осознаете, что все, я больше не могу наступать на себя. Когда вы говорите «нет» какому-то человеку или какой-то ситуации в жизни, которая продолжает вот эту всю инерцию, да, наступания на себя, конечно, вы будете чувствовать и вину там, и целый спектр эмоций. Да, почаще себе задавайте вопрос, а реально ли я хочу это? Вот вы начинаете что-то делать, а реально ли я прямо сейчас хочу это делать? Вот я чувствую, что мне это прикольно. Вот прямо сейчас, то, что происходит, прямо сейчас, мне как, по душе мне это? Если возникает вопрос, ответ на этот вопрос «нет», и потом идет объяснение, почему я все равно продолжаю это делать, и там могут цели возникать какие-то, ну, все что угодно может возникать. Все эти объяснения – это ложь. Ложь. Либо тебе прикольно сейчас, и ты, если ты делаешь то, что тебе прикольно, ты можешь быть счастлив в этом, либо тебе не прикольно. И как ты можешь быть счастливой в том, что тебе не прикольно? Только одним способом. Оправдывая это чем-то в будущем, там, или чем-то в прошлом. То есть какие-то цели, я не достигну, например, какие-то цели. Если я сейчас буду жить, как мне прикольно, если я буду счастливым здесь и сейчас, если я буду здесь и сейчас с собой, то я не достигну какие-то цели. Да нахер эти цели, если ты сам себя предаешь здесь. Тебя эти цели счастливым не сделают, потому что счастлив ты или несчастлив, это всегда здесь и сейчас. Ты всегда живешь в настоящем моменте. Либо ты живешь счастливо и тогда ты просто делаешь как тебе прикольно прямо сейчас, либо ты живешь несчастливо. А может это боязнь выйти из зоны комфорта? Действительно ли является то, что ты описываешь, зоной комфорта? Вот давай посмотрим, если ты что-то делаешь, что тебе не по душе. Это комфортно? Может это комфортно физически, но глубоко тебе комфортно с этим? Вот и ты привыкла что-то делать над, должен, обязан. Физически это возможно и комфортно, а внутри тебя как? Глубоко? Ты чувствуешь радость от того, что ты продолжаешь быть в этой зоне комфорта? Глубоко внутри ты радостно, наполнена от того, что ты находишься в зоне комфорта. А я говорю об этом, как жить глубоко радостно, глубоко наполнено, глубоко прикольно, глубоко хочу. Если не делаю то, что по душе, что останавливает? Да всегда одно и то же останавливает. Всегда одно и то же останавливает твоя бессознательность, твое вранье себе. Это не страх, это инерция, просто инерция. Привычка, глубокая привычка жить не по душе. Глубокая привычка. Она разрушается только внесением осознанности. Любая привычка разрушается внесением осознанности, честности в этот процесс. То есть как возникает привычка? Вы много раз что-то делаете. И чем сильнее вы это делаете, чем больше вы это делаете, одно и то же, тем сильнее там возникает контур, так называемый. То есть оттуда уходит ваше присутствие, ваша осознанность, и возникает автоматика. Понимаете? То есть вы уже на автомате что-то делаете. Это автоматика, это некая программа в уме, которая действует автоматически, ну привычно. Конечно же она комфортна, то есть она становится комфортна. Например, вы обучались вождению, сначала это было некомфортно, вы не умели, а потом возникла автоматика, как это все делать на автомате. Это становится комфортно. Но это полезная привычка. А есть такие же бесполезные привычки, вредные привычки. Понимаете? Их очень много. Например, привычка говорить кому-то «да», несмотря на то, что я внутри чувствую «нет». Это же только, то тоже привычка. Понимаете? Как вы можете рассоздать эту привычку? Начать вносить в это осознанность. То есть когда к вам поступает какое-то новое, ну не знаю, предложение там или еще что-то, не спешить говорить «да». Вот не спешите говорить «да», соглашаться или «нет». Побудьте с этим. Прочувствуйте это. То есть если особенно это важное какое-то решение, не спешите соглашаться. Если вы не чувствуете отклика в моменте вот ясного «да, хочу», «да, хочу», «мне нравится этот процесс», у меня идет приглашение на какой-то процесс из жизни, я чувствую, я хочу этот процесс. Если вы хотите этот процесс, да, пожалуйста, идите. Но если вы чувствуете сопротивление к процессу, не спешите соглашаться. Куда вы спешите, куда вам бежать? Побудьте с этим. Побудьте с этим осознанно. Не начинайте думать, начинайте чувствовать. Начинайте присутствовать в этом. Присутствовать, осознавать, чувствовать. А как мне вообще? Как мне? Мне по душе это или не по душе? Если не по душе, учитесь говорить этому «нет». Спасибо, нет. Отказывайте? Нет, не хамом. Почему? Не обязательно хамить. Вы можете вежливо сказать «нет». Но если человек вежливо не понимает, если он продолжает, он же привык, например, вас использовать. Привык за счет вас решать какие-то свои вопросы. А вы просто как бы согласились с этим всем. У него возникла тоже привычка вас использовать. Вдруг вы скажете ему «нет». Конечно, для него это новость как бы. Поэтому здесь важно быть целостным и отстаивать свое глубинное «да» или «нет», «хочу» или «не хочу». Некоторые люди, они не понимают, особенно родные, многие, они не понимают, как это вдруг человек жил не по душе столько лет или все время соглашался с этим, а тут вдруг у него появился свой внутренний голос, свой внутренний духовный стержень. Конечно, они будут всеми способами вас возвращать в привычность, в инертность. Но в этом и заключается осознанность. Научиться говорить каким-то вещам, которые давно отжили, давно вам не по душе. Нет. Спасибо, но нет, это не обязательно как бы должно быть хамство. Вы имеете право, это ваше базовое право от рождения говорить «да» или «нет». Хочу, не хочу, это ваше базовое право. У вас его просто, ну как бы, у вас его начали отнимать, и вы согласились, что это нормально. И вы жили в согласии с этим много-много лет, а теперь пришло время вернуть себе права свои, свою свободу. Только там будет счастье. Если вы глубинно не хотите что-то делать, но делаете это, какое же это счастье? Это не счастье. Это не целостность. Глубоко бы нет, а на поверхности – да. Нет не хамства. Ну что, а что сказать, например, вам какую-то кашу суют в рот, которую вы уже терпеть не можете. Ну вы уже едите там 5 лет или 6 лет. Вы что, вы либо говорите «да» и едите ее дальше, либо вы имеете право сказать «ну все, я наелся эту кашу». «Спасибо, нет». Если будут пытаться всовывать, вы можете более активно проявлять свое «нет». Почему с улыбкой? Не обязательно с улыбкой. Если человек по-хорошему не понимает, а многие люди, которые привыкли вас использовать, они по-хорошему не понимают. Вам придется отстаивать свое глубинное «да» или «нет». Понимаете? То есть своя свобода, она требует такого процесса очень часто, ну как бы, вы, условно говоря, продали свои права, да, вы их как-то там предали. И, естественно, определенные периоды жизни вам придется их возвращать себе. Часто это даже боевые действия там будут происходить такие. Но не то, что вы боретесь с этим, вы просто отстаиваете свою интуицию, свое глубинное «да». Точно, да. Все в детстве, все корни из детства. В вас запихивали что-то, вы с чем-то соглашались долго, потом стало привычкой. Конечно, надо отстаивать. Если у вас кто-то хочет отобрать вашу свободу насильственным образом, конечно, ее нужно отстаивать. Иначе вас поработят опять. Будьте в рабстве. Если кто-то у вас забирает ваши права, а вы ничего не делаете с этим, значит, вы будете без права жить. Будете в рабстве жить. Исполнять волю чужую, навязанную со стороны, это и есть рабство. Вы не свою жизнь проживаете, а хозяина вашего, тот, кто над вами имеет власть. А как раб может перестать проживать рабскую жизнь? Осознать, что он не раб, что он свободное существо. И обратно забрать свои свободы себе. А иначе вы будете все время в рабстве. Ладно, ребят, вот я надеюсь, сегодня еще раз удалось мне обратить ваше внимание на какие-то важные вещи. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Да нет, все свободны. Если вы живете сами свободно, вы уважаете свободы другого человека. Хочет он, давай, не хочешь, ну не надо, все. Понимаете? Когда вы живете сонастроенно, глубоко, со своим внутренним, да или нет, искренним, глубинным, тогда вы начинаете уважать глубинное, да или нет других людей, не подавлять их. А пока вы сами себя привыкли подавлять, наступать на себя, так вы и на других наступать будете. На этом все. Ставьте лайки, ставьте сердечки, делитесь этим со своими друзьями. Пока-пока, до следующей трансляции. Субтитры сделал DimaTorzok